да это самое время это произнести потому что мы все выше и выше поднимаемся вы никогда не подумаете кто это такой это не просто человек белыми аккуратные рубашки это человек который работает вот непосредственно на создателя нашего я вообще в этом прекрасном нельзя сказать конечно заведение по нынешним меркам и тогда это было заведение в клубе спарта я карата смотрел фильмы всякие такие умные арт-хаусные микеланджело антонионио ларс фон триер причем таких знаешь стульях пластиковых из кафе ну а потом я здесь ходил на концерты я помню один из самых первых концертов группа ленинград когда пел еще вдове и шнур только на басу играл да я жил здесь маховой тем не менее естественно надо представить нашего гостя точнее как это этому мы в гостях скажи пожалуйста кто да да меня евгений зовут да я настоятель ананкирхи да и сегодня мы пойдем в ананкирхи в общем-то ну можно уже сказать такой модный даже объект где есть выражать по умным синергия всевозможных явлений поэтому вот так это сейчас выглядит здесь видите написано это не вход вот там но евгений тебе слово значит я думаю что пару водных вообще да да но надо сказать что община здесь находится уже давно 300 лет мы недавно опраздновали а появилась она еще раньше то есть 1704 году появляется первая община святой анны на петропавловской крепости потом это здание по бревнам разбирают и собирают здесь в 1722 году по приказу петра выделяется земля и вот освещается церковь то есть 1722 года вот здесь существует община 300 лет плюс два года да и кстати кирвичная улица спасибо кэп это вот потому что кирха да совершенно верно кирвичная потому что кирха не все об этом знают да я поэтому и говорю потому что я тоже я долгое время здесь ходи я не пишу киря и тут что ли да да кирка какая-нибудь да да я сам не знал времени кстати говорят искал про спартака что же спартак ходил тоже на концерты и тоже не знал что это кирка тем более не мог представить что здесь когда-нибудь буду служить но в общем да то здание которое мы видим уже построена позже архитектором юрием и тащим фельдера главным городским архитектором автором дворцовой сенатской площади же преднего сада в общем объекта фельдера огромное количество но важно сказать что помимо того что у нас наш архитектор он был нашим и прихожанином фельдер сам был лютеранин по вероисповеданию но и вообще здесь много было известных лютеран здесь как карл фаберже был крещён и большая часть семьи фаберже агафон фаберже здесь венчался карл брюлов здесь венчался пестель лесгофт рауфус вот фамилии людей которые так или иначе были с нашей церкви связаны вот но надо сказать что здесь помимо самой церкви вся вот эта территория она принадлежала общине то есть два доходных дома справа и слева по кирочной то же самое когда возле церкви доходные дома надо сказать что доходные дома нужны были не только чтобы типа ну бабло зарабатывать а просто церковь требует во-первых сама денег на обеспечение и уход но во-вторых на благотворительность нужны цели которые тоже были необходимы да совершенно тем более один из трех домов который там на фаштатской находится так называемый дом пастора или дом притч он выполнял еще и функции канцелярии воскресной школы то есть и вообще есть посмотреть на церковь вот как она долгое время существовала а то есть этот пасад которым увидим это фасад кинотеатра на самом деле она была увеличена страны кирочной то есть это просто богослужебный зал дополнительные помещения почти нет все эти дополнительные помещения они обычно куда-то и вы здесь вынесены вот ну и еще справа и слева два корпуса школы это бывшая наншури сейчас 239 лицея очень знаковый кстати в истории нашей архитектуры вследствие определенных инноваций которые там были использованы при постройке например там спортивного зала да совершенно стеклянной крыши здесь надо кстати говоря спортивный зал туда ходили прихожане наши у прихожан был но как бы доступ там раз неделю походить подкачаться вот да но школа еще и тоже но он тоже появляется практически сразу с церковью но она тоже знаковый сам по степо что много очень известных людей тоже там учились включая кстати говоря бродского даже когда школа уже стала государственная ну то есть понятно дело что все имущество включая здание храма церкви так сказать отчудили забрали да и вот в этом курсе школе учился иосиф бродский даже стихотворение которое посвящено кинотеатру спартак уже да да ну и как вы поняли что в свое время сколько была закрыта перестроена под кинотеатр потом под ночной клуб в 98 году здесь ситуация первый концерт я кстати говоря он недавно был выложен концерт группу ном я на нем был представляешь и на видео можно меня найти вот я потом еще искал фотографии и тоже находил себя то есть ну потому что нам слава богу появились уже такие фотоаппараты мыльницы и люди фотографировали и потом ну как то есть выкладывались и очень есть пара снимков где я здесь на концерте вот ну и знаковые опять-таки кинотеатрой этот самый магазин пластинок куда фильм куда герой донима багров за его да просят наутилус я слышал я не поверю то ли это оператор тот из семечной группы говорил что вообще по изначальному замыслу балабанова он мочит всех кому не нравится наутилус зная как бы все фантасмагории которые были в голове у нашего замечательного сыргловского гения нужно в это поверить но кстати говоря вот интересно что у балабанова у него как будто бы какой-то наш профитический взгляд потому что вот это место здесь показано что вот в этом дворе тусуется молодежь там кто-то где клуб на раб то есть такое ощущение что клуб спартак уже существует а он еще не существует еще два года как он и не открыт то есть вот как барабанов это увидел то есть для меня это загадка ну алексей даринович ничего не от мира сего был человек поэтому так мы займем через выход да да давай пожалуйста здравствуйте продаются книги нет здесь бесплатно раздаются да да здесь новый завет катехизис кому интересно и детские разные эти журналы христианские вот нам бесплатно дают мы бесплатно а здесь а здесь у нас продается здесь у нас помимо ну помимо нашей культурной деятельности я считаю что тварь божья мерч и этот самый и ну мемы это я считаю что тоже современная культура так что мы тоже это эксплуатируем у нас эти магазин там еще есть есть магазин и кофейня я был в этой кофейне очень неплохой кофеек можем потом зайти да 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 с удовольствием пойдем о арфа пошла арфа пошла и мы пошли за арфой боже сейчас меня накатят воспоминания да ну если помнишь во времена спартака здесь висела огромное панно восстание спартака она после пожара него не уцелела кстати говоря про пожар-то мы не упомянули что если же версия что это мой поджог это основная версия потому что когда мы празднули 300-летие два года назад мы нашли бригаду пожарных которые тушили этот пожар и они сказали что обычно когда пожар возникает естественным образом я думаю что мы лучше вот так обойдем когда пожар возникает естественным образом то есть очаг возгорания потом пламя распространится здесь горел просто зал целиком и время там 5 утра то есть все и пьяные этот самый ну очень похоже вот кстати прекрасный макет да совершенно верно да вот со стороны фурштадской здание почти не изменилось то есть это то что задумал фильтр на сказать что юрий матвеевич у него есть несколько церквей они все однокупольные есть соответственно большом проспекте не васильевского острова есть эти уникальные ситуации когда он строил еще церковь в москве в армянском переулке и снесли уже для армян потому что его же церковь у нас на низком проспекте о чем вы можете где прочитать конечно путеводитель невский с перцем немножечко а если еще есть еще подпись юрий матвеевича который мало кто знает это ангелы то есть если посмотреть на его здание ну на нашу церковь на большом проспекте на армянскую церковь на чесменскую церковь там везде есть вот эти ангелочки на фасаде то есть вот как будто бы он своей церкви немножко этими девочки надо как я кушал своими львами москве все метил вот смотрите прекрасно тоже пример до принципа строительства то есть вроде как мы видим ну вот здесь то допустим вроде как колонна каменная но на самом деле она вот видите какая она деревянная она а штукатуренная это я вот всегда показываю когда мы ходим по проходным дворам с домами примерно такая же история да фальш колонна есть купите русский художник возможно увидели внеца его зовут он рисует иисусов везде мы попросили чтобы нам тоже нарисовал ну прекрасно получился даже что-то говорит как когда отлично используем можно в рот ему заглянуть значит слушай сразу с места в карьер вот ну я очень много тут конечно чувствую цветопередача будет но может быть это и хорошо что-то меня жизнь таком не готова мы даже фонари никакие нельзя можно к вам принять что же ну-ка давай я пришел в церковь до в церкви можно разряжать суши все это теперь моя любимая церковь я думаю до этого этого твоя любимая церковь не но я расскажу историю как бы вот пепе первая история она связана но на самом деле скажу честно с католиками да это было на красноармейской где им тоже отдали церковь там был такой сюжет потрясающий пастор который до этого работал моделью я делаю интервью и мы приходим и он говорит ну давай типа здесь и границу что мы здесь прям начнем говорить это к чур что такого игры ну просто я попытался как бы свое время с батюшками нашими православными не получилось ну и классика жанра в городе берген я был и норвегия все дожди тра тата я промок как черт иду холодно есть хочу смотрю церковь да я просто зайду просто зайду зашу захожу и там в углу значит вот эти ну как это да ну немножко эти люди с отклонениями и с ними какие-то явно местные там то ли служить или прочее и такими увидели о типа кредит кофе да хотите типа у нас булочки домашним из пиклика глюда еще попил кофе поел булочки в тут гитара появилась куда во песню петь там короче на русском они там на английском на норвежском вообще отлично к мы вот это вот этот подход да то что ну вот как бы как с точки зрения не знаю теологии я уж не знаю как это правильно поставить вопрос объяснять что ты можешь прийти в храм божий тут какие-то значит непонятные штуки вот лежат ты можешь лечь и вообще вот так вот и ты как-то выглядишь совершенно не у меня есть специальная одежда сегодня так не готовился но или наоборот готовился так наоборот обратной стороны значит но есть теологически объяснять или люби близки вообще иисус своим учениками возбежал то есть он же не сидел на стуле и тайная вечер она совершается лежа вот а если это примерно для нас или фокус как евхаристии то получается в лежачей позе как такого еще не друг на друге как населы зажали то есть в этом принципе ничего не было вот потом все-таки время меняется есть такая вещь вот какие я считаю что церковь на самом деле она всегда была прогрессивной то есть она можно сказать была локомотивом в области развития искусства архитектуры почти всего там литературы и так далее обновку это момент она вдруг остановилась и законсервировал искал вот теперь вот это наша традиция вот теперь вот это как бы традиционная церковь или это значит ну так как бы традиционное представление о том как ну церковь должна выглядеть я не сейчас не говорю о самой теологии но или а ну скажем так о содержательной части потому что содержать на части или идея на она не должна меняться но способе или язык коммуникации с внешним миром когда меняется внешне адаптивность конечно она должна быть но если есть инстаграм не знаю барбершопа почему церкви не может быть инстаграма я не понимаю вот соответственно здесь тоже самое потом лютинарская церковь она не предполагает сакральность места то есть вот есть по нему такой понять что вот это место сакральность здесь какая-то именно тоже говорят сообщают так вот здесь какая-то энергетика вот я в энергетике не разбираюсь я не знаю чубайс для ноги ты правильно сказал про чубайсу правильность энергии энергетика это как раз область вот да и и речь о том что она в наше представление сакральное сакральное там где провозглашается слово божие а через эти выставки собственно мы его про разглашаем иск раз пришли ну собственно на выставку да вот и давайте-ка кстати пройдемся по давай возьму на себя роль суши но это очень кстати да это это андрей шум кин петербургский художник выпускник академии ильи репина вот но и в целом здесь как бы помимо елла экскурсия друзья мои мы ходили ну не сама академия мы ходили в музей при академии художеств и там я конечно не искусствовед и прочее но очень мне нравится не работа серьезные да но помимо работ которые выставлены вот все что вы видите вокруг инсталляция то что же часть выставки то есть мы на мы легли куда мы навели на мертвых людей то есть которые погибли во время потопа люди ничего себе вот это концепт да ну то есть идея что мы находимся вот по толщине воды мы есть тот самый умирающий мир или мир который поглощен на этой потопом что тоже интересная тема размышления вообще воды в писании друзья мои для тех кто вот этого типа нельзя было взять фонари прочее но я просто знаю от этих душнил и так далее во первых я не в курсе было вторых вот мне кажется эта атмосфера на максимально аутентичные если мы тут пришли с мощным фонарем начали бы там светить и такое ощущение что мы там какие-то саблинские пещеры пришли и значит и следом а вот так мне кажется самое то так а это все это алтарная часть да да получается этот зал он конечно универсальность сейчас это часть выставки но во время богослужения мы вставляем стулья сейчас они там у нас стоят просто выставляем стулья и вот авторе здесь происходит богослужение то есть прямо здесь в этом зале а прямо здесь в этом зале да и концерт мы здесь проводим стулья разворачиваем другую сторону двое там меня стоит сцена да хоть интересно что во времена спартака сцена она то здесь тут нам было я помню были даже концерты когда ну такие большие поскольку не было возможности их менять одна сцена была здесь группа заканчивала там вторая группа в тем временем настраивается на уходил на ту сцену потом обратно менялись это было конечно крайне круто круто так и было скажи пожалуйста община сейчас примерно извини извини но сейчас мы продолжим вот тоже посмотреть видите дранка видно тоже всегда специально показываете детали современная община не анинкирхи значит она как в количество качество качественном составе как ну когда я пришел служить 2015 году вообще не было вообще ну и по сути о чем разоргистрируясь только 2017 здесь надо сказать что был пожар в 2002 долгое время здание было ли без реставрации потом концу 2013 сделать 14 просто мусор убирали в 15 году там более-менее что началось то есть не было никого и потом благодаря концертным выставкам которые мы начали проводить в принципе можно сказать что мы наладили такую коммуникацию с внешним миром с городом и постепенно люди стали приходить и в общину тоже то есть и благодаря этому община у нас конечно очень сильно выросла у нас проходит курс новой христианской веры для всех желающих онлайн и оффлайн вот и после этого курса опять-таки всем некоторые воцерковляются и сегодня что порядка 250 человек 250 человек да а есть какой-то там типа ну процент по показания показания могу я точно знаю то есть я знаю точно сколько к нам приходит в год 500 тысяч человек на выставки и концерты полмиллиона в качестве посетителей из них проходит курс новой христианской веры 500 из них воцерковляется может быть 50 то есть если бы сейчас был тут у нас интернет аналитик он сразу бы сказал про сети ары все остальное на воронку продаж но на самом деле так всегда работает то есть чем больше людей услышит тем вероятность того что это касается тебя и там ты откликнешься на это больше соответственно дальше есть вообще как происходит если какие-то контакты с представителями других конфессий да со всеми мы дружим то есть но опять таки но у нас ну такое место куда все приходят то есть сюда приходят и православные католики и баптисты не знаю и буддисты вообще все все желающие мулачу можно попать и на лестницу да да конечно сейчас туда естественно отправимся но очень одна я помню что когда только вот началась здесь эта деятельность да это место было крайне таким модным для съемок и вот это все да сейчас нам уже тяжело мы сейчас почти съемки не проводим понятно да тут если всех на если каждому давать концу извините на то есть если всех пускать сюда первое время вообще нам пока я служил это и будет во время экспериментов когда к нам обращались но желающие провести на это мероприятие и я говорю что но если более-менее нормальное мероприятие что бывало просто эпатаж там давайте напишем это реальная как бы презентация давайте напишем на сцене слова жопа просто большими буквами если мы что вообще ну как бы нормальный человек ну вообще заболела такие но если это более-менее нормальные мероприятия я говорит что это является есть условия я перед этим мероприятием выступаю всегда раньше всегда плецем на мероприятий выступал чтобы рассказать что это еще и община чтобы не воспринимали это местах норику но это но здесь очень церковь что ни воспринимали исключительно как просто как про first или концерт в общем и тогда ну мероприет обсуждали совершенно разные то есть там и в пол какой-то и rock то есть а потом уже вот как знаешь как радиостанция мы настроились на какую-то волну приобрели какой-то свой формат и сейчас но сложно чем-то другие сюда прийти как какие основные направления вот ну за происходит да это выставки вот сейчас мы высажены в воде это делать наша команда здесь появилась такая у нас группа арду позерно которая принципе занимается выставками и всеми творческим проектами не только в нашей церкви но я не кирик сейчас и пушкинской кирпич и брусницами у нас есть свое пространство да я знаю это был очень большой прикол я короче меня попросили прочитать мастер-класс по поводу как стать гидом говорят анинкирхи но сначала брусницы на анинкирхи я такой думаю ну окей смотрю как я поеду на кирочную потом что-то думаю да переспрошу или подождите как бы они как не не нет это брусницы на игру почему здесь брусницы на анинкирхи а там да там филиал да да там у нас есть выставкам там тоже лекции про проходит очевидно вот то есть ну вот это я говорю про арт-группу карту здесь появилась то есть нам появились благодаря тому что мы начали постепенно учиться сами делать мероприятия а если про концерт в основном это классика все-таки это такая ну понятно так радуга завела да да и нас сразу поясним вы таки все библейские у нас до радуга конечно это не флаг секс меньшинств это радуга который господь посылает человечеству как знак или завет того что потом больше не повторится вот смотрите здесь какое и иона в чреве кита очень то есть ты можешь стать ионы и попробовать отсюда выбраться я думаю особенно это для детей конечно очень круто здесь ты застрял отлично да иона это тоже один из рассказа ну да да давайте зайдем черепки да вот это зубы девочки вас съели вас съели у вас креветка есть вообще гнище вот прям подготовился человек правильно сказать да ну вот мальчевики то это очень очень груза и вставляться на самом деле да вообще история про ион очень интересная я очень рекомендую вашим подписчикам ее прочитать все четыре главы она очень короткая но она про миссионера или про пророка которого бог посылает и который все делать неправильно это вообще просто читаешь ржака вот просто вот реально смешно потом она же легла в основу там некоторых сказок ну и вообще чудо-юдо рыбакит да 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 сюжет этот как и многие вообще библейские мотивы да они это кстати это я уже тогда тоже про рекламирую курс новой христианской веры потому что на самом деле вот все эти библейские паттерны истории они же вообще скажем так они корнями во всей нашей культуре мы этого не замечаем но нравится там не знаю людям или нет но мы часть ну скажем так если уж не христианская то пост христианской цивилизации где вот эти корни они очень глубокие поэтому библейские истории они ну скажем не только у льюиса там или толкина но и в гарри поттере и не знаю матрицы здесь за углом есть дом на доска я скоро сниму об этом экскурсию на него никто никогда не смотрит сам я ключ марша который умудрялся библейские сюжеты это его юрий тынянов раскусил свое время библейские сюжеты вшивать свои детские стихи вот да то есть даже такого доходило и когда и да и когда ты ну скажем их понимаешь они уже считываются и ты видишь ну на самом деле ну настоящую глубину поэтому да библейские сюжеты везде так давай поговорим немножко о тебе как ты вообще дошел до жизни такой как бы и так далее так вот можно и когда-то наверх только кто ты шка по образованию а кстати это же дымоход между прочим да наверное скорее всего здесь были много печей то ли 8 то ли 16 забыл на сколько-то было кстати мало кто знает но вот эта дверь это выход на балкон который уже не существует здесь было два ряда балконов он был достроен позже потому что не умещал и вмещались желание желающие но потом его замуровали на сусные балконы тоже срезали во время кинотеатра вот если говорить обо мне ну вот я вырос в ленинграде в санкт-петербурге ходил сюда на концерты как вы поняли учился 369 школе в общем но конечно не собирался стать не священнослужителем и до пары до времени занимался ну таким бизнесом связаны с мероприятиями с проведением мероприятий поэтому но можно сказать что здесь как-то срослось потому что и музыкантов когда вот ну 1 концерт просто мы приглашали кого-то я уже много кого знал и было ну как-то скажем так немножко проще эту работу делать то что это принципе это была моя работа вот но потом ну прошел пришел в церковь начал веру просто ходил как прихожанин а потом не призвали служить извини что эти перемена где произошел тут у тебя это был какой-то щелчок или ты как-то вот как это просто всем родным происходит ну нет уверовал какая-то не знаю я уверовал мне было 20 то есть это ну не то чтобы жизненной ситуации но скорее просто таки общие вопросы вот если есть бог нету если он есть то как его найти если как бы бог это шекспиром это гамлет такой шанс у гамлета найти шекспира но никакого есть если их шекспира то не захочет а хочет бог что мы нашли или нет вот но вот эти вопросы они меня собственно привели к течение священописания что потому что библия так ну по крайней мере ну книга который можно это претендовать совершенно я всегда когда спрашивать типа вот сейчас и у как ребята вообще в библии нас все вот все ничего же не поменяла все паттерны ничего ты как ты говоришь да поведенческие не все там есть но только заменился там не знаю вид оружие коммуникации технологии но и он вышел но люди вот они как были тогда вот этим со своими мотивационными какими-то поступками так и это все сейчас да и я даже скажу что люди умнее не стали один из главных вот это заблуждение что типа средние века или там в какие-то древние века ну типа они такие были тупеньки на завод у нас сейчас на самом деле мы тупеньки потому что них не было ни google они яндекса недоставки ничего вот этого всего им вот надо вот из пункта в пункт б да еще вот такую мандулу доставить и вот они включали мозги и отсюда все эти конспирологические теории про как они могли построить эти пирамиды да 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 потому что ты тупой как бы человек невозможно диван оторвать и не понимаешь как бы а если бы ты поставлен был в эти условия так как ты бы не такую пирамиду поставил да совершенно верно вот по поэтому до чтение ну даже скажем так три главы на меня произвели это впечатление это 5 6 7 глава евангелия атмосфет на горной проповедь вот я даже не понял что такое христианство такой иисус но вот как бы его ну скажем такая вот эта речь проповедь я подумал вот я вот папа хочу хочу следовать так слушаем мы можем на крышу вывести а потом сюда спустимся указе как тогда да что сюда проход запрещен это вот только не только для твоих подписчиков только для вас вы понимаете как вам повезло на только через youtube это всегда везет если вы со мной по-другому не бывает ну что перед 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 ты перелезешь так только прикройте дверь там хорошо здесь хлам естественно сейчас мы вывозим постепенно вот кстати опять таки вот это это современная штука раньше эти все стропила были деревянные совершенно верно и более того мы их убираем через год мы закроемся на реставрацию и все эти стропилы крышу мы перебираем полностью возвращаем деревянные осторожно какая круть да так ну что мне надо бы здесь сделать фоточку естественно возьмите сейчас здесь хлама куча ночи здесь бывает очень уютно у нас даже было здесь несколько венчаний убирали да да ну когда гостей немного на самом деле очень круто суши отлично колокольни и смогу сюда встать ничего страшного пожалуйста нет можем его туда вылезти мысли мы залезли там на крыше может вам то перри перебраться давай не не отсюда не отсюда там есть нормальный вход да нормально давай переберемся к давай я взял реквизит давай телефон рука освободилась для очень невысоких людей давай давай рюкзак можно ставить просто нам бьютифульненько я даже сказал вандерфульненько кстати говоря я немножко заговорил про будущую реставрацию есть у нас мысль здесь вообще была терраса хотим вернуть если получится просто крыши мы полностью перебираем так ну что как говорили руферы идите по этим штукам по ребрам да а ща огонь ну давай уже поднимайся господи шеи не понимаете с 80 лет что ли нет держи наберут по объявления да это самое время это произнести потому что мы все выше и выше поднимаемся с чем тебе приходилось сталкиваться но смотри как бы во первых как отнеслись твоему там выбору друзья знакомые родители родственники не ну во первых это все постепенно проходило то есть начали я просто воцерковился вот это ну воспринималось ну со мной стану там вот есть какие-то при бабахи а потом когда я уже начал церкви служить это уже было тоже естественным образом ну естественно там воцерковился к там церковный активист вот поэтому жена ну начал служить тоже ну в целом позитивно потом в конце концов мой отец сюда пришел и я его крестила здесь пару лет назад он тоже на пенсии поцерковился сам ты как вот какие вот изменения произошли в твоей жизни вообще как вот ну надо сказать что опять таки вот моя вера она началась мне ну я был молодой достаточно 20 лет это принципе время взросления поэтому девочка тебе можно задать вопрос сколько тебе сейчас мне 43 да вот поэтому скажем это все происходило ну как мне кажется естественным образом то есть формирование мировоззрения некого мировоззренческого или идеологического фундамента все равно у каждого он есть ну какое-то не знаю представление о жизни об этом вот у меня она стала скажем так христианским вот ну теперь ну теперь да и почти сразу это естественно стало основные основной частью моей жизни то есть не то что я не имею ввиду как работа а в принципе как мировоззрение как взгляд на жизнь то есть я в принципе верю в то что на в то что я проповедую и в общем мы проповедуем и что мы делаем странная что бог мир создал да что 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 есть некий смысл который он у него заложил что есть христос который в этот мир пришел это все ну реальность которой вот я живу вот кому не нравится мне нравится не нравится я сильно не настаиваю но это главный прида на самом деле не не навязывать себя вот я его использую и конечно другими вещами занимаюсь но он работает на сто процентов да хотя нашел убить очень убедительные аргументы чтобы все во что я верю ну ну все-таки доказать поделись ну самый простой это причинно-следственная связь то есть наблюдаемый наш мир имеет все что мы наблюдаем имеет причину а эта причина мне этого предмета то есть условно мы можем сделать вывод такой что все что в мире 300 что существует имеет причину и это причинам не этого предмета и даже задаться вопрос существует ли мир дамир существует и причина мира вне этого мира стало быть если есть что-то вне этого мира то почему бы это и не бог это ну как бы один из простых вещей сия и опять-таки этой это если мыаблю что-то наблюдаем в этом мире мы дальше пытаемся переложить куда-то за его традиции ская позиция почему бы и нет она такая да очень потом смысл и мы же находим смысл и маленьких вещах почему бы идею смысл не переложить в глобальный смысл то есть просто если игру что глобально смысла не значит мы sony ты маленьких вещах значил ну как бы от из которой спины у рта доказывают того что бога нет какой в этом смысл в этом смысла нет ничего меня переубеждает но что то как я жизнь живо это тоже если он говорит что смысл каждый можете выбрать я все вот такой смыслил что это вопрос ко многим комментаторам В интернетах. Зачем вы это делаете? Ну, потому что у человека есть определенные психологические проблемы, и он находит пространство, где их можно изложить. Но он же так не скажет, он же не скажет, что я пришел, потому что у меня психологические проблемы, и мне нужна аудитория, там, нет, он так не скажет. Реализация, он может сказать, что это тоже возможность реализации, коммуникации. У меня как раз вот недавно буквально был диалог в чате, ну, в телеграм-канале моем, и очередной раз люди подняли вопрос, что типа, Павел, ну надо уже начинать банить, уже давайте банить, потому что там периодически приходят всякие, говорю, нет. Я этим не занимаюсь. Я считаю, что человек сам отвалит, рано или поздно. Ну, у меня было, скажу, каюсь, да, несколько человек забаненных, но это меня просто действительно народ... Я баню. Нет, что я не осуждаю. Нет, почему человек, человек, нашу площадку используют как средство, ну, как бы пропаганды своих идей. Пусть свою площадку создастся, пропагандирует. Видите, я даже более христианский человек. Я вообще все позволяю. Так, ну что, давай спустимся обратно, да? Да, да. Фоточку? Фоточку мне сделать, конечно, да, давайте ко мне фоточку. Что, что это? Только возьми меня общо, что это? Я, да без фоточки, выложу в свои соцсеточки, тегну там Анинкирхи, всем понравится, все напишут, почему же, как можно было в такой футболке явиться в божий храм, но в этот божий храм... О, давай. Мы сейчас даже сделаем фоточку. Ой, как вкусно это пахнет едой, елки-палки, а? Это из нашей трапезны, у нас трапезна есть. Спасибо. Так, ну что, спускаемся. Так, вот я вижу, кстати, заготовки для радуги. Совершенно верно. Да. Тут большая часть как бы наших выставок, которые уже прошли. Сейчас мы делаем гастроли в Калининград. Так что много... Мы, кстати, справимся. Самое-то место, мне кажется, где как раз так, включи... Что же теперь сделает Господь? Но ничего не происходит. Поскольку люди совершенно искренне пахаялись, совершенно искренне попросили о прощении, Господь их, конечно, прощает. И Иону этому страшно золо. Он смело и все. Господь видит, как он страдает, в том числе от жары, и от Солоны произрастает в дерево, который отдаёт большую и зловую плот, и вы её тяни, и он, наконец-то, может отдохнуть. Я помню, что в эпоху Спартака очень часто это было вообще виповое место. Да, так и было. То есть сюда вообще, поскольку я был там журналист, главный редактор, я тут частенько такой, типа... Да, я здесь не был никогда. Я бывал неоднократно. Ой, а это же голубь там, кстати, его оттуда-то не видно. Да, совершенно верно. Вот мы поднялись над водами потопа и увидели голуби, которые несет оливковый ветвь. Кстати говоря, вот делая эту выставку, у меня сошлось три библейские сюжета, которые раньше вообще никак я не замечал. Ну, в смысле, вместе. Первое — это творение мира, когда, ну, в Библии написано, что в начале стрелы Бога неба и земли, земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. То есть вот есть воды, и над ними носится Дух Божий. Потом во время потопа голубь летит, и во время крещения Христа сходит голубь с неба. И голос, если ему возлюблены, в нем мое благоволение. Потому что это тоже очень прикольно. Мы сказали, что библейские сюжеты, они проникают в литературу, в искусство разным образом. Но в Библии тоже есть сюжеты, которые, ну, повторяются, как, например, Пасха. То есть есть еврейская, есть еврейская Пасха, а есть христианская. Группа пришла, группа пришла. Потоки воды. А мы идем к выставке. Вот, и сделав этого голубя, я наконец-таки увидел, что эти сюжеты, вдруг они соединились в нечто единое. Да. Ну, и здесь галерея, мы, когда делаем выставку любую, мы делаем open call, и люди, у которых есть картины, ну, скажем, в контексте выставки, мы с вами их размещаем. Сон Ноя. Вот ты не был в Париже, а там есть чудесная церковь, Сан-Жермен-де-Лекс-Роа, и там как раз вот рыба на фасадях, такие, которые мало кто замечает. Я вот, эта церковь знаменита тем, что оттуда произошел сигнал к началу Шармамеевской ночи, и я вот показываю. Рыба – это христианский древний знак, да, да, Ихтис, рыба по-гречески. Да, до сих пор вы можете на автомобилях у некоторых видеть, да, да, да. То есть если вы видите рыбу, то... Так, ну что, вот тут у нас очередная фактура, да. Письмо для Бога, вот смотрите, напишите на листочке, отправьте в Telegram-бот. Да, вот... Да, можно в Telegram-бот, у нас есть молитвенный бот. Слава боту нам. Слава боту нам. И потом мы, как бы, молимся. И даже вот эти записки, которые люди оставляют, мы во время богослужения выносим, и верующие могут брать себя домой и молиться о них. Иногда бывает, ну, очень интересно, там, «Господи, помоги мне, пожалуйста, бросить курить, и пусть мама об этом не узнает». Человек такой, зов в душе. Такой милый что-то. Интересно, знаете говоря, мы пропустили одну картину. Валерия Розо – это петербургский колодец. Мы нашли и уникальное место. Слушай, круть, это вот прям, это про меня. Это вот потому что я каждый раз, когда завожу людей, и говорили, если вы хотите сделать классический петербургский кадр, то вот берите ваши телефоны и вы снимаете наверх. Да. И, естественно, добрая половина кадров, она вот таких вот. Вот мы нашли такое место, и он, собственно, нам эту картину презентовал. Слушай, это очень круто, да. Это еще одна картина. Да, вот она, кстати, еще в тот самый, фальшколонна. Да, видите, как оформлена. Да. А здесь наборная дверь 30-х годов, которая осталась со времен кинотеатра. Будем реставрировать ее, восстанавливать, потому что… Ну, это, да, недешевое удовольствие в наши дни. Так, тут кофейня еще одна. Да, кофе, будешь кофе? Привет. Кофе? Это моя дочь, кстати. А, здравствуйте, дочь. Это Нелли, прихожанка наша. Здравствуйте, Нелли. Да, у меня сын помладше. Слушай, ну, давай тогда нам флесик, а тебе капучино, как обычно, да? Мне тоже маленький капучино. Да, да. Как будет готов? Давай, позовите нас. Можем в часовню показать? Давай, да. У нас есть часовня. На самом деле, отсюда у нас начиналось наше служение. Здесь я проповедую нон-стоп. Угу. Выбросили по другим локациям. Угу. Узнаю вас в гриме. Возможно, вы сейчас задаетесь вопросом, собственно, а где капучино? А на самом деле вы в этом капучино находитесь. Если присмотреться на церковное… Вот, отсюда наше служение началось, можно сказать. Но вообще, исторически, кажется, здесь что в ней не было. Здесь был буфет для кинотеатра. Потом во время ночного клуба здесь был клуб «Гаркундель». Олегу Гаркушенко надлежавшему. Да, да, да. Он рассказывал как раз… И группа «Ленинград» начинала выступать вот на этой площадке. Даже есть видео там. На самом деле, «Спартак» — это то место, где они выросли с нескольких десятков зрителей до тысячи. Ну да. Ну, короче, извините за это слово специально для задротов. Здесь и арт-клиника еще было. Такое заведение Кирилла Миллера на Пушкинской. И там тоже они начинали. «Спартак» — это есть предложение арт-клиники. Миллер, Ольга, Волга — вот эта команда арт-клиники, они сюда переехали. У нас даже был виска, была арт-клиника, другая культура. Ну вот, да. То есть одни и те же ребята, да. Я, кстати, тоже ходил в «Ленинград» в арт-клинику. И тоже там… Совершенно потрясающий клуб. Я там успел даже поиграть. И тоже я там их… Ну вот это вот первый концерт, я так понимаю, наверное, один из первых. Я, блин, и жалею, я же, ну, я знаком был, у меня даже интервью с Серегой Шнуровым на канале. И я забыл его спросить про вот эти первые концерты. Что-то как-то не дошло, как бы, до этого. Мысль была у меня в голове. Вот, она обернулась. То есть, скажи, пожалуйста, простой человек, соответственно, может сюда прийти. Ну, конечно. И, значит, вот прям с нуля и до… То есть у него, в принципе, судя по тебе, то есть вообще у любого человека есть вообще шанс даже стать потом священником. Ну, если поставить перед собой такую цель. Ну, если, во-первых, он мужчина, у нас не уже жесткое существо. Во-вторых, ну, скажем, здесь немножко двояко. С одной стороны, должна быть, конечно, внутренняя желание. А с другой стороны, есть у нас такая вещь, которая называется призвание. Призвание, оно внешнее всегда. То есть, если тебя люди, ну, которым ты служишь, призывают и хотят, чтобы ты был священнослужителем. Потому что, если таких людей нету, то ты не станешь священником, как бы ты этого не хотел. Ну, я так понимаю, что в твоем случае еще какие-то твои коммуникационные данные сыграли роль, потому что… Ну, они тоже постепенно, скажем так, проявлялись или нарабатывались. Ну, они начинались с того, что я участвовал в проведении детских лагерей. То есть, я был вожатым вот в молодости, в походы. За хорошую школу. Да, да, да. Соответственно, там приходилось имена все запоминать, как с людьми общаться все время. Вот. Потом, конечно, это в церкви, ну, развилось. Специально. У нас были занятия по риторике, но не то, чтобы они какие-то серьезно на что-то повлияли. Так, пойдем. Да. Можем съесть кофе попить или какие планы? Ну, мы сейчас возьмем кофе, выйдем на улицу и там закончим. Потому что… Два маленьких капучино. Спасибо. На, заслужила. Как вам здесь работает, Саша? Хорошо. Хорошо? Это не допрос в НКВД. А поставь закрывать. Можно отвечать честно. Тогда отвечать. Тогда это… Вот. Вот это правильный ответ. Да, а то застеснялась и прочее-прочее. Какие перспективы в жизни вы видите, Даля? Не знаю. Не знаете. Ну, я думаю, что вам, возможно, поможет какая-то высшая сила это узнать. А может быть, подружка. Все непредсказуемо обычно в нашей жизни. Никогда не знаешь. А может быть, вы встретите какого-то молодого человека, который, надеюсь, будет не козел. Вот. И все равно как мальчику. Не все же вокруг мальчиков, естественно. Есть еще другие интересы в жизни. Удачи. И правда. Да. Ну, хороший флетик у вас. Надо отдать должное. Да, кофе у нас очень хороший. Да. Такое, знаешь, завершение в стиле студентки журфака третьего курса СПБГУ. Какие планы на будущее? Да. Я помню, собаки, когда работал в нулевых, и там Белкин сидит, главный редактор, говорит, не надо больше про планы на будущее. Не надо, пожалуйста. Да, мы на самом деле стоим перед серьезной проблемой, практически, ну, трудно решаемой, так мы убежали от оператора, я о проблемах начал говорить. Оператор. Да, трудно решаемая проблема. Мы решили одну проблему, мы нашли возможность церковь отреставрировать. То есть, когда мы сюда приехали... Да, присядем и... Когда мы сюда приехали, ну, вот я въехал, задача вообще нерешаемая была. Как сделать так, чтобы церковь была отреставрирована? И один из планов, которого мы придерживались, мы решили, что чем больше людей пройдет через церковь, тем вероятность того, что у кого-то, ну, отзовется сердце или как-то, ну, что-то произойдет, он выше. Вот. И в конце концов мы познакомились с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым. Архитектор, он автор парка Зарядья, например, реставрации Ложников, там, нового аэропорта в Новосибирске. В общем, ну, крутейший архитектор, вот, ну, из всех возможных, которые могли познакомиться. И он согласился стать нашим архитектором, вот, и уже благодаря этому он нам помог найти спонсоров, поэтому в следующем летом мы закроемся на реставрацию. И, как бы, вопрос, который нерешаемый, это куда мы переедем, потому что еще таких мест нет. Брусницын почему-то поехали, это тоже один из возможных, ну, как бы, таких отступных путей, но Брусницын, ну, явно не тот вариант. Поэтому... Друзья мои, если у вас, ну, меня смотрят разные люди, и даже очень непростые, я уж не буду там называть, да, Ну, я просто сужу там и по частным экскурсиям, которые мне заказывают, они, ну, просто, не дешевые. Поэтому, как бы, позволить их могут не только лишь все. Если у вас есть идеи, возможности, вот, пожалуйста, обращайтесь, да, потому что, ну, действительно, это будет, как сейчас принято говорить, очень крутой кейс. Да, да, мне очень нравится Зарядье, я большой фанат вообще Зарядье, и, как бы, вот эти москвичи, которые начинают там воротить нос, о-о-о, я говорю, ну, что вы хотите, чтобы здесь стекляшка лужковская стояла, да, как планировалось изначально, да. Да, да, не, Москва очень круто преобразилась. Возрадуйтесь, возрадуйтесь. У нас даже в Питере такого нет. Правда, у нас есть летний сад и Марсово поле, чего у вас нет москвичей, ха-ха-ха. Но это другое. Вот, поэтому, если у вас будут какие-то, да, действительно идеи, предложения, то вот, пожалуйста, сделайте, ну, тут даже просто богоугодное дело. Просто очень крутое, ну, крутое дело, да, и в рамках нашего города, и всего остального. Я всегда, знаешь, в таких случаях у меня такая тоже такая дилемма моральная, когда по дворам хожу, я говорю, с точки зрения горожанина, мне нравится, что их приводят в порядок. С точки зрения гида, я все время печалюсь, потому что я пропадаю этот трэшевый антураж, ради которого люди туда, да. Поэтому... Ну, у нас трэшевый антураж не пропадет. Да, да, да. Как бы идея Кузнецова, как бы, законсервируя свои... Вот тоже так получалось, что... Вообще, ребята! Что есть так называемая Ленинградская школа реставрации, которая формировалась после войны. И основная идея была восстановить здание в том виде, в котором они когда-то были при царях. Ну, вот, там, дворец Петербург и все остальное, оно, в принципе, так и восстанавливается. То есть, когда мы на них смотрим, мы думаем, что это историческое, на самом деле, не историческое. Это как бы все новое сделано. Вот. И, ну, есть же так называемая Венецианская хартия, которая предполагает, что если что-то сохранилось, это надо сохранять. Если что-то не сохранилось, не нужно делать новодел, который людей, ну, скажем, вводит в заблуждение. Поэтому в том-то идея, что то, что сохранилось, там, полы со времена кинотеатра, там же сохранились... Ну, старинный, ну, не старинный, 30-й годов, полы. Там общий объем помещений и так далее. Это все сохранится в том виде, в котором есть. Штука только облетела, она будет законсервирована. Вот. Но если мы что-то новое вносим, оно будет, ну, совершенно как бы радикально другое, чтобы человек, ну, который пришел, он понял, что это явно вот сейчас сделали. Я считаю, что это вообще гениальная затея. Я думаю, что будет очень круто. Я прямо сейчас люблю и вижу, увидите этот проект. Так, ну, ладно. Значит, мы, естественно, оставим все необходимые ссылки в описании, здесь, под этим видео. Кликайте, ну, и вообще приходите. Кофеек отличный, кстати, действительно. Вот. Что касается моих планов, они по-прежнему без изменений. У нас экскурсии идут стабильно пятница вечер, суббота, воскресенье, там, день тоже вечер. Книжечки мои вы можете прикупить, как и после экскурсии, в этом случае я их подписываю, так и на сайте. Если хотите, что я их написал, вот, покупайте мерчок. Тогда мне его приходится лично нести на почту, и тогда книжку подпишу. Во всех остальных случаях, увы и ах, извините. Все, что касается моих мероприятий и прочее, это тоже там вот и вы найдете. Да. Ну, а мы сейчас попробуем продраться через эти пробки и доехать до Сестровеска. Сейчас как раз они начинаются на набережной. Спасибо тебе огромное, да. Спасибо тебе. Получил огромнейшее удовольствие, отдохнул душой и даже немножко телом. Комментарии. Пока.